Российские исследователи продолжают выяснять обстоятельства двух трагедий, произошедших в воскресенье. Кремль уже заявил, что специального обращения президента России в связи с ЧАЭС в Севастополе и Дагестане не будет. За реакцией российских властей на ракетную атаку Крыма и вооруженное нападение на Северном Кавказе следит наш СОПКОР в Москве Дмитрий Москлаг. Ему слово. Владимир Путин не планирует выступать со специальным обращением в связи с терактами в Севастополе и в Дагестане. Но президент России продолжает получать информацию о том, как оказывается помощь пострадавшим при атаке на Крым и в ходе нападения в Дагестане. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе конференц-кола с кремлевским полом журналистов. Владимир Путин глубоко соболезнует пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь и в ходе нападений в Дагестане. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента и по словам Пескова, который отвечал этим утром на множество вопросов СМИ о событиях в стране в воскресенье. Россия не получала ни телеграмм соболезнования, ни слов осуждения терактов от недружественных стран. Между тем, следствию еще предстоит до конца определить, в одном ли ряду стоят атаки на Крым и теракты в Дагестане. При этом российские власти и народ, как подчеркнул Дмитрий Песков, понимают, кто стоит за атаками по Крыму и кто обеспечивает пуски ракет. Посла Соединенных Штатов Лин Трейси уже вызвали в МИД России в связи с ударом по Севастополю. Ей было заявлено, что действия Вашингтона, имеющие цель поощрять власти Украины к продолжению боевых действий, безнаказанными не останутся, отметили в Министерстве иностранных дел России. Ну а говоря об общей ситуации, в Кремле заявили, что не опасаются возвращения в стране ситуации 2000-х годов на фоне нападения террористов в Дагестане. Сейчас Россия, как сказал Дмитрий Песков, уже совсем другая. Если говорить о последствиях, то никаких решений насчет закрытия курортного сезона в Крыму властями не принималось. И даже мирное предложение Владимира Путина, которое он сделал более недели назад, остается в силе после атаки на Севастополь. Между тем, уголовное дело о нападении в Дагестане передано для расследования в Центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации. Это сообщили в ведомстве сотрудники СКР, как следует из оперативных кадров. Ведомство начали работу на месте сразу же после завершения штурма вечером в воскресенье. Установлены все личности боевиков, напавших на синагогу и церковь в Дагестане. Об этом сообщили в СКР. По предварительным данным погибли 15 правоохранителей, а также 4 гражданских лица, в том числе православный священник. Ликвидированы в ходе контртеррористической операции 5 человек, причастных к совершению преступления. Об этом заявили в СКР. Национальный антитеррористический комитет утром также распространил оперативное видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане. Режим КТО в регионе уже к этому часу снят. В Махачкале и в Дербенте операция полностью завершена. Сейчас только работают следователи. Что же касается Севастополя, то режим чрезвычайной ситуации был введен в городе этим утром. Не разорвавшиеся припасы после ракетной атаки могут еще находиться на пляже в Севастополе. Об этом сообщили в антитеррористической комиссии города. Итоговое число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь, как уточнили сегодня в администрации города, составило 153 человека. Четыре человека погибли.